Ну что, дорогие друзья, врываемся обратно на заключительную третью карту противостояния грунта, альтернаит атакс, второй даст, альтернаиты в атаке, грунта в защите, вместе со мной Миндгод. Ну а вам еще раз привет. Ну что, Олег, готов ли ты увидеть что-либо интересное здесь? Привет всем еще раз. Я готов. А вот команды, это вопрос, конечно, интересный. Вроде как Инферно в окончании был интересным. Здесь у нас пока что Просус двух поджимающих с базы Б убирает. Есть еще один товарищ из команды Гронт по точке Б, но пока что человек отметил, понимает, что на базу Б уже прошли. Погибает ФПС. НМВ старается, но получает Ол Паникса уже с Юспа. И последним остается Соль, которая примечается по Темке и, может быть, кого-то и сможет забрать за работу плюс 300, а может даже плюс 600. О. Есть деньги, нет проблем. Но, с другой стороны, проблем не будет возможно в следующем раунде. Пока они есть, это 1 в 3. И, по идее, команда альтернаит здесь никак не должна допускать критическую ошибку, которую они допустили на Инферно на второй половине. Три в одного отдали пистолетку. Здесь такого быть не должно. Да. И так вот закрывают. Пистолетка за альтернаит 1-0. Да, пока 1-0. Очень успешный старт на карте ДАС-2 для немцев. Но получится ли у них продолжить эту эпопею, пока не очень понятно. Потому что кэфчики, конечно, кэфчиками. Я их пока вам не покажу. Вот. Но потом обязательно покажу, что здесь может случиться. Но, типа, обе карты были вражеские. Врыв. Саски сбривает одного. Дальше пытается вроде просто создать размен, но не выходит. Скрывается обратно в боксе. Собственно, решили сыграть более колдово. Более скрытно. Настоящие ниндзя. Девайс эти есть у НМВ. Это Калашников. Подармор может вполне сработать. Там пока что перестрелка скаутов. ФПС. 13 хп остается. Соль в упоре на Зиге. И два попадания нужны в Кримпо. О-о-о. Даже три попадания было. Два в тело, один в ноги. Ну что? Кристал на Т-шке видит своего оппонента. Понял я, почему ты хочешь показывать коэффициенты. Ну и здесь 3 на 5 уже. Шансов немного у команды Альтернейт. Честно говоря, тут и Саски в спину выходит минус по Паниксу. Ну и игрок Зига плюс Т-шка остаются. Соль еще минус по Кристаллу. Ну и походу этот раунд в ноль вообще готов совершиться от команды Гранд. Ну тут СГшку еще могут подобрать. Пока что только Мактен и Калашников взяли себе. Соль сейчас голову поднимет. И, возможно, убьет противника. Но нет. Просос. Видит, как игра на гусе. Погибает НМВ. И Соль тут вжался в бокс и сидит до последнего. Бомба сейчас подберет игрок атаки. Попробует куда-либо пройти. Соль живет, но Просос его забирает. А вот сейчас кэффчики можно показать. 1 на 8 на команду Гронд. 1 на 95 на команду Альтернейт. Атакс от Паримач. Ну и также не забывайте про баннер по трансляции на 100% бонус к депозиту при перворегистрации. У меня тут кто-то очень маленький под окном прям ревет. И мне кажется, что это тот человек, который поставил на Альтернейт Атакс и увидел второй раунд. Прям в судорожный рев. Я не знаю, слышишь ты это или нет. Не, я не слышу, но я примерно понимаю, о чем ты. Потому что у меня здесь окна выходят на площадку детскую. Только не детскую-детскую, которая для вообще киндеров, а там в основном подростки, школьники. И они катаются на самокатах. И когда они неудачно катаются на самокате, я тоже слышу рев. И довольно часто. И что, наверное, уже не сильно удивительно, еще и маты при этом. Ну, современная молодежь она такая. Да. Ну что, закуп в ноль от команды Альтернейт. Попытка, наверное, все-таки попытаться сыграть таким же раундом. Удачным, как и команда Гронт в предыдущем. С пистолетов переиграть соперника. Но здесь, конечно, байп защиты посолидней. В разы. Это и Галилы, Крик, Калаша, МК, МАК-10. Все пять разных девайсов. Ну и пока внесен урон в виде двадцатиного хп по Соль влетает на точке Б. Длину занял НМВ, контроль две месяца ФПС. МФПС теперь глубже занимает банку. Ну а Саски попал под прессинг своего соперника. И Просус в итоге вместе с Паниксом на двоих разобрали опорника на центре. Так, а у нас на Аваланте-то никого нет, потому что ФПС пошел чекать КТ. Есть игрок в яме, но он только сейчас понимает ФПС, что на мид никто не вышел. А вот на шарте топчется, блин, как кони. Поэтому надо бы уже перебраться. Проходит на гуся. Пошла куча гранат. Флешки, смоки, еще флешки. ФПС первого не собирает. Кристалл дает фраг. И, возможно, не надо тебе этого Кристалла делать. А вот теперь уже можно попробовать. Полетела гранатка. Кристалл живет, живет на 5 хп, но НМВ просто пытается скрыться. Пойдет ли на ретейк 3 в 5? А нужно ли гранатом это? Флешка полетела в окошко. Пойдет. Погибает от Кристалла. Паникс меня спасает. Что, 5 в 0? Смой гранатик должен сделать? Нет, 5 в 0. Никому ничего не должен. Ответный форс. Как? Как вы это делаете, пацаны? Притом два форса слабых на 2000 и 1400 там, ну плюс-минус какие-то еще. И оба почти в салат. Ну, в этом случае вообще в салат. То есть ни одной потери. Забрали обратно свои девайсы. И сгэшку забрали. И калаш забрали. И скаут отжали. И мактэн отжали. Все отжали. Напоминает этих, как коллекторы или как они? Коннекторы. Коннекторы. Все вот эти ребята. Ну, пока Паникс Кристалл, просто смотри, вообще не чувствует команду. Гранд. Но теперь закупка для Грандов будет максимально комфортно. Да, там у Соли скорее всего Фамос появится. Или фармилка полностью с гранатами. Тем более на БС фармилка отыгрывать. В принципе, удобно. Ну, а количество гранат под бою очень важно. Это точно. Но думают ребята, думают. Еще один Эко. Ну, или два Кабай. Хотят АВИК, может быть, даже не один. Мы видели в исполнении команды Альтернет Атакс. Два АВИКа в защите, очень хорошо себя показывающих. Но в большинстве случаев. Но вот сейчас мы видим даже Юспик. У НМВ всего лишь один армор. И тот второй для Саски. Парень показывал на Инферно тоже крутые вещи. Саски пытается. Попадание есть по скранку. Пытается жить. Там просто влетает. Просто создает один фраг. Дальше отваливается. Кримбейскранк по размену. Два в четыре. Но тут, если бы поточнее чуть-чуть Саски. Но это опять же мы понимаем. Да, Дигл против девайсов. Вредный девайс. Потеряли у нас Альтернет только МАК-10. Ну и пусть забирает себе его в ФОПС. Который планирует купить АВИК. А возможно даже и два ВП появятся в следующем раунде у команды ГРОНТ. Кто знает. Сейчас ВПС, я думаю, попытается нафармить. Да, плюс 600. Плюс 1200, хотел я сказать. Наскранк довольно быстро пришел на халпу. Но на самом деле там и самая песня. Сколько в стрельбе у него не пошло. Ну что? 4-1. Стартовый отрезок полностью за командой Альтернет. Хотя мы помним, как очень круто после проверенной пистолетки ГРОНТ взяли форсирную закупку. Но потом еще хлеще отдали. 5 в 0. Такого не часто увидишь. Ну ладно. Ладно. Чуть поторопился я с выводами в предыдущем раунде. Перед началом этого, что сказал, что наверное все-таки СМПХ будет с ОЛИ играть. Они сделали просто экономический раунд. Еще один. Опа. Все. Паникс, по-моему, в итоге заметила, так понимаю, своего соперника. Ну и тут вряд ли НМВ что-то сможет поделать. Его забирает паник. 4-1. И кэфчики. 1.58 на команду Альтернет Атакс. 2.3 на коллектив ГРОНТ от Паримач. Но эти кэфы, они преследуют команды плюс-минус каждую карту. Что на карте Денюк. Какой-то отрезок времени тоже там вели вроде ГРОНТ, а потом переметнулись обратно в сторону команды Альтернет. Что на карте Денферно. Они плюс-минус так же были. Но тут, мне кажется, на дасте фаворитов нет. Потому что играют ровненько этот даст второй. Ну и как-то обе карты проявили себя на своих пиках не очень. Поэтому здесь чего ожидать. Кто победит, я даже близко не могу понять. И остается только смотреть за тем, что будет происходить. Соль ждет выхода. Есть в нем в руках Аук. Забирает первого. Будет ли помощь от тиммейта. Да и сам себе молодец. Влетает отличная флешка. Погибает скранк. Погибает Кримбо. И только кристалл с паниксом остается вдвоем в живых. Так, ну что. Команда Гронт пока чувствует себя уверенно в рамках шестого раунда. И, наверное, так и должно продолжаться. В песочке минус паниксу. Кристалл последний. Дропает бомба на Зиге. Но здесь уже не имеет значения. Дропает. Он, в деле, с ней идет. Погибает Саски. Фраг престижа есть. Бомба желательно забрать. Но там уже, правда, Соль, скорее всего, будет орудовать под позиции Зига. Да, еще и с нижней Т-шки приходит Фейдет. Но, по идее, кстати, даже дадут поставить бомбу кристаллу сейчас. Но при этом команда Гронт понимает. Ладно, ставь бомбу. Но главное, чтобы нам больше девайсов не терять. Экономику стартовую надо нарастить. Хотя бы на плюс один раунд. А если потеряют два девайса, то эту экономику не нарастешь. Зигзаг. Приходит Соль и ставят точность. 2-4. Ну, хорошие показали раунд. Игроки команды Гронт. Но вот Альтернейты немного не разобрались, как входить на центр. И флешка влетела хорошая с КТ для тиммейта. Ну и, соответственно, там уже Сауга расстрелялись. 2-4. Деньги остаются у команды Альтернейт. На то, чтобы закупиться даже у просу со спаниксом, есть некоторые средства для того, чтобы выживать. В дальнейшем, правда, тиммейтам не будет хватать. И без бомбы этот бай может не случиться в случае поражения. Но, как бы то ни было, будут пробовать, будут стараться что-либо поделать. Пока что дефолтная разыгровка раунда. Немного впитывает Кримбо с Хаешки. Но это вся тусовка в плане каких-то замесов для обеих команд. Ну, типа ок. Кстати, два века так и не взяли, ребята. Видимо, пока и не нужно. А кто у нас там еще может сыграть? С Авиком Фейдет? Или НМВ? Потому что Саски я с Амиком точно не видел, как и Соль. Ну, кто-то из этих, да, ребят. Не возьмусь точно утверждать. Потому что не особо много мы за этой командой следим. Ну, по-моему, впервые она у нас на квалификациях и вообще в ADC. Не-не-не-не, я их видел уже в втором сезоне, по-моему, тоже было или что-то подобное. Где-то я их, короче, видел. Ну, я даже комментировал их. Поэтому. У меня, по-моему, первый. Мне точно не впервой. Ну, пока смотрим. Ладно, на зигзаг вроде разворачивают свою атаку команда Alternate. Полетел молотов на зиг. Занимает зигзаг, но если раскидка, готовы заходить. Без сплита с длиной, что интересно. Команда Alternate. Есть нам достаточное количество и молотовых, и флешек, чтобы замолить рампу, пройти плент, поставить его. Смачок в КТ. И по флешке на длину прилетела. Шикарная, очень тайминговая флеш. Без нее, конечно, ФПС бы нашел фраг по команде Alternate 100%. Но не получился флик у ФПСа, как он это показывал. 5 в 5. Поставленная бомба для команды Alternate. Скранг спрыгивает на КТ. Ждут ли его здесь, вполне могут. Влетает команда, нет, не ждали. Фейдет погибает. Размен от Саски. 4 в 4. Пошла флешка в окошко. Кримба ждет на шарте. Но шарта никто из команды Гронд не пойдет. Зато пойдет хэдшот в лицо Саске. И у нас 3 в 4 по-прежнему Гронды очень хотят. Но нужно ли времени все меньше и меньше? Кримба, Кристал. Размен от ММВ. И пошли, ребятки, сейвить. А даст ли? А даст. Потому что ММВ возьмет да убьет. Попробуют засейвить авик. Нет, времени не хватит. Но и это пятый для команды Alternate. А так, с 1 в 1 остались. Но, конечно, не получилось. А, там долетело, видимо, да? Да, да, да. Но это пятый все равно для команды Alternate. И вот сейчас не совсем понятно, закупаться ли команде Гронд или играть с пистолетами. Потому что у трех игроков есть деньги, а у двух нет. Это тактическая пауза для Гронд прямо сейчас. В принципе... Но они, видимо, о том же задумались. А, тут пока и фейдет с нулем сидит. Это, конечно, странно. Пять смертей, ноль убийств. Пока что Соль за всю боль оттаскивает пацанов. Потому что там у тиммейтов, ну, почти столько же, сколько и у Соли. Фрагов всех вместе взятых. Ну, и Alternate себя круто показывает. Crystal вышел на 6-4 после Инферно. Это почти все его фраги за всю карту. То есть здесь, конечно, немцы начали за здравие. Явно докупают себе до 2000 ребят из команды Гронд. Ну, и, как мы видим, с АВИКом и вся тут надежда на ФПС. Практически имба ждет, промахивается. Дабл-блайнд, но там не стал рисковать дальше. Просто побоялся, что снайперская винтовка в ответ может стрельнуть. Соль в поджиме. В темке скранка может проверить. Скранка проверяет и дает хэт-шот. Энтри за немцами. И, разумеется, это приводит нас к тому, что шестерочка тоже может быть где-то близка. Еще не точно. Там и ФПС может включиться, и фейд. Принять где-то ребят в упоре. Ну, не так много ресурсов. Одна флешка на всю команду для Гронд. Вот такое. Тяжело ребятам в старте. Очень тяжело. Хотя уверенный взятый форс. Но вот дальше что-то не сильно пошло. ФПС против шарта будет сейчас отвоевывать. Там четыре противника для него. Но убьет хоть кого-нибудь ли сейчас. Паникс тоже ждет. Если ФПС покажется первым, то, скорее всего, погибнет здесь. Он вроде бы хочет, но... Ну, нет. Ну, ай! Ну, промах. Ну, и в итоге теперь под этот промах команды Альтернет выходит на точку А в очередной раз. Дым в КТ. Ну, и это, кстати, фейк. Это фейк и выход на базу Б. Там стяжка пошла с Б. И стяжка с Б не попадает. Это фейд. Фейд это пока действительно по стрельбе вообще не идет. Он погибает. И все остается ФПС вместе с Саски вдвоем. Саски погибает, но ФПС должен наносить АВИК на следующий раунд. Терять его ни в коем случае нельзя. А здесь за ним уже летит скранк. А, и он тоже его слышал. И ФПС, скорее всего, уже отсюда не уйдет никак. 6-2. 6-2. Ну, и команда Грондауни будет сейчас АВП в любом случае. Там дропнет фейд от своему тиммейту. Ну, и 400 урона в этом раунде нанес скранк. Жестко. Ну, он тогда как-то оказалось, что может подставить под демедж с игрока, выбегающего с базы Б. Но он как-то прошел в смок на КТ. Одного развернулся, дал второму, третьему что-то там раздал. Ну, и почти 4 фрага в соло сделал. Игрок команды Alternate Attacks. Ну, нужно сейчас надеяться на девайсы от Гронд. Потому что, ну, вот ты предположил, что может быть какой-то, опять же, разматывающий гундерстлайк на Дасте. Вот одной из команд. Ну, не знаю. Хочется что-то посмотреть более-менее такое интригующее, чтобы какая-то драма была 14-14 взятой эко или какая-то вот такая история, чтобы прям покричать немножко. Потому что как-то более-менее спокойно. Мы с тобой две карты увидели буквально пару моментов, где вот один в три взял Саски. Я так не вспомню, что еще могло быть там такого прям сумасшедшего. Очень спокойный КС. И одна и вторая команда показывает Соли. Замечает противника. Сносит Паникса. Уйдет ли сам? Не получается. Кристалл идет ответный минус. Кримба подбита на 6 хп. Саски в упоре получает молик. Команда Alternate Attacks. Сами откидывают в упор, чтобы там никого не стояло. Ну и пока размен моликами. Саски палится, что находится на позиции. Перед голову противника погибает Просос. Просос 4 в 3. Пока вроде бы за грунтами вся история, но 30 секунд играть. Там выехать через лонг. Пытается просматривать МВМ. НМВ, прошу прощения. Всю эту историю. И стоит очень открыто. И получается это по голове. А, потому что нечего так ходить. И кто-то у нас вылезет. Кристалл еще из спины закрывает ротацию. Да, фейдет он погибнет. Это первый минус для него, по-моему, да, в этом раунде. И, в принципе, на карте. Ну и бомба установлена. 2 на 2 с кранкой Кримба. Кримба с ВП, поэтому 6 ХП. В принципе, не так фатально для него. А там два игрока злины пойдут. Но если с кранг хотя бы одного убьет, то Кримба может забрать этот раунд. Ну, FPS погибает. И второй с этой же позиции. Все, Кримба. Очень быстро развернулся. Вообще без шансов. Хотя, если первым патроном фейд попал, то он убил бы Кримба. Но банально патрон пролетел мимо. 2-7, 2-7. Коэффициенты на данный матч уже 1-23 на команду Alternate Attacks. И 3-9 на команду Ground от Pre-Match. Называть также пробаннер по трансляции на 100% бонус первому депозиту. Ну, а тут, не знаю, что-то прям грустненькое. То, что Гронды не могут собраться. И вроде бы так инферно. И у нас как-то из карты в карту кидают. Сначала одни уверенно берут, потом вторую уверенно берут. И потом третью уверенно пока что начинают. Эх. Будет ли какая-то равная борьба? Саски настреливает хедшотами по Паниксу. Проходит скранк вместе с тиммейтом уже по лангу. Замечает пробегающего игрока защиты. Под Гендальфом. Но и туда кидается Молли. Кристалл понимает, что там никого нет. В этом случае. Ну и теперь вообще работает НМВ. Ну и все. Поставленная пачка. В скором времени будет ретейк через... Куда они хотят. Через шорт все вместе. А, ВП забрал FPS. И Кримба. Слышал. Слышал соперника. Но он дает информацию, что парни у вас зиги пойдут выжимать. Ну и зиги действительно интересно может получиться. Саски погибает в дымах от скранка. Хороший зажим. Ну и все. Дальше продолжать ретейка. Думаю, FPS точно не стоит. Он подбирает Диггл. Но, наверное, на этой ноте нужно отсюда уйти. Хотя есть молд, есть флешка. С этим тоже можно попытаться поработать. Ну, китов нет. Арморов практически половина. То есть на FPS, на Ассоле. Но тот же самый Федед с Моликом. Без армора. Только Диггл. Не успею вообще НВМ. НМВ. Что-то я не так его хочу назвать. Кто-то фраг делает НМВ. Мы с Анишей тоже обсуждали этот момент. Что хочется назвать его НВМ. Потому что, ну типа, nevermind. Он НМВ, Максим Викторович, по-моему, что-то такое. Вот, поэтому инициалы. Фео свое, да. Забубенил. Ну, кстати, 4 фрага сделали Гронде. Оставили только одного кристалла в живых. И он, типа, потащил клатч в 4, написал он. В худе. Он там вообще не принимал участия особо в этом раунде. Попадание по Фейдету. От Паникса через дверь. Чуть-чуть бы там точнее. Может быть, и хайшот бы вылетел. Но Фейдет выживает на лоу хп. Два фрага у него. Всего лишь три. У Викторовича Саски дает фраг. Погибает от Парусуса сам. Снайпер команды. И кто-то опять вылетает. Опять фпс. Фпс вышел из чата. Угу. На всех компьютерах 2021 года, да? Угу. Так, тут Фейдет еще принял решение поджать. Несмотря на то, что он был битый. Но здесь его закроют, конечно. Три на три ситуация. Бомбу контролит команда Гронт. И правильно делает, на самом деле. Ну, правда, тут на длине Кристал. По-моему, он слышал НМВ, если не ошибаюсь. Минус соль. В топ-зик уходит Саски. Тоже с 19 хп. Ну и Кристалл подслышан. Просто шикарно. Да, он слышал, конечно же, НМВ. Ну и Саски последний. АВП должен хотя бы забрать. Ну и Савика пытаться что-то придумать. 50 секунд есть у команды Альтернейт. Ить! Ну, бомба выпала теперь под игрока на длине. И он, соответственно, уходит. Он это, конечно же, Саски. Слушайте, Саски, если разыграет, будет очень интересно. А нет, бомбу только забирают. И бегут на шорт. Здесь Саски ничего не может поделать. Мало хп. Молик ему прокинули. Хаешка тут на голову могла приземлиться. Но прощает его здесь. Или сам не добежал. Есть, но тут слишком много но. То есть, если бы он добежал до ланга, возможно, да. То есть, бомба стоит теоретически над спадлонг. В смоке. Но Саски попробует нащупать какой-то фраг. Вряд ли он пойдет агрессировать сильно. Саски 1 в 3 сегодня брал уже. Да, но там пистолеты были. Он был сотый. Здесь с авиком сложновато. Одна пуля и все. И тут никакого клача не будет. Это сейв. Команда Гронт. И девятый рам для команды Альтернейт. То есть, минимум первая половина уже для команды Альтернейт атак со счетом в 9-6 закончится. А как максимум может быть и 13-2. Ой, не надо, пожалуйста. Ну, я помнишь, говорил, что мне кажется, что Альтернейт закончится в одну калитку. Но я не думал, что... Ну, да, я уже это подметил, что... Закончится в пользу команды Альтернейт. Ну, там, опять же, Даст, карта, которая и там, и там сыгралась по 7 раз, только у команды Альтернейт атак 4 выигранных Даста из 7. У Грондов 3 выигранных Даста из 7. Ну, конечно, по процентам 14% разницы. Но вот у Грондов, что, кстати, к слову, 61% за диффенс на 7 картах и только 39% на атаке. А у Альтернейт? У Альтернейт здесь наоборот. 62% на атаке, 38% на защите. Ну, то есть, по сути, за свои сильные стороны сейчас играют команды. Да, правда, Альтернейт ее, как бы, ну, отыгрывают нормально. А вот команды Гронда, к сожалению, нет. Тут, знаешь, по матчам, я так смотрю, что 4 последних Даста проигрывали Гронды. 3 из них на Total меньше. Там максимум 8 раундов брали против Stopping Gods. В команде Entropic проиграли 3-16. Кабанчикам польским проигрывали 7-16. Эмбушам, они их, правда, выигрывали в феврале. Ну, вот у Альтернетов, как мне кажется, команда посильнее LDLC, Сангалы, Эмбуши. Те же самые, вот, справа там проигрывали. Ну, последние матчи, тут вот те же самые LDLC, Эмбуши и Сангалы довольно сильные на Дасте, ребятки. Может быть, не хватает такого более профессионального опыта ребятам из команды Гронд. Хотя те тоже, ну, не знаю. Как-то вот этот 3-16 от Entropic мне сильно внушает доверие. Это было у них позавчера, как я понимаю, тоже какие-то квалификации были. Где они так удачно умудрились слить. Потому что я вижу, что EDC. Это были у нас... Ну-ка. Да, они там выиграли 2-1. Это были плосквалификации. А, это первый матч их был, ё-моё. Это позавчера они проигрывали. Так, ну что. Тактическая пауза подходит к симнологическому завершению. Сейчас начнётся у нас уже раунд. А, кстати, вот что интересно. Там Entropic тоже взяли за атаку первую половину 12-3. И только три раунда Гронда себе взяли в защите. Это позавчера, да, я так понимаю? Да, да. А я комментирую этот матч, но почему-то его не помню. Ну ладно, ладно. Может, поэтому не помню, что там было 3-16. Ну, наверное. Фейда 3 фрага, NMV 3 фрага, 4 FPS. Ну и Солис, Саски, конечно, пытаются здесь команду, как ты знаешь, вытянуть из болот, в которые сами себя Гронда загнали. Но пока, мягко говоря, не особо получается. Скранг берёт себе МАК-10. Интересное решение. Интересное. Ну, понимаешь, что экономика не на самом высоком счету. Хотя, да, смотри, 9-2. А экономики, ну, не так много у команды Альтернэйта. Ну, там теряли даже на экономическом противнике 4 девайса. И выход на базу Б. О, а вот и Скранг сработал. Но сработал ещё и Соль. Два минуса дал. Попал по Кримбов патрончик. Ну, 3 на 3. Слушай, ну, 3 на 3 так неприятно выбивать Б. Это ужас. Я думаю, кто играет, у меня прекрасно понимает, что это вообще такое дело неприятно выбивать. На точку Б, когда 3 на 3. Ну, хотя бы гранаты есть. Там два Молотова, два дыма, флешки. Всё есть. Нужно ждать двоечку ребятам из команды Гронд, которая перемещается через... А, там ещё и номер 3 побежал. ФПС тоже решил отработать через Тёмку, а тут смог. Полетел Молотов. Мол, и он не долетает. Паникс. А сейчас ещё... Долго, долго действуют Гронды. Очень долго пытается Паникс, сжигает его НМВ, но есть ответка минус от ФПС, а времени не хватает. Это сейв. Это десятка для команды. Альтернейт атак. Скримба. Не туда воюешь. Выживает. ХП выживает, да. Десять-два. Десять-два. Очень долгий ритей, конечно. Но вот этот дым, который лежал в Ташкин, по сути-то и выиграл весь раунд. Угу. Ну и первый Молотов, который... Ну, наверное, они не кидали его на танцпол, а не в тубку. Если бы сразу в тубку кинули, понятное дело, этот раунд бы, наверное, всё-таки даже выиграли команду Гронд. Ну, опять же, из-за отсутствия видимости, по понятным причинам, дым. Вот. Ну и такие вот итоги у нас 12 раундов, что два только в защите забирают Гронд. Ну, давайте смотреть. Ещё три раунда в рамках первой половины нам смотреть. Поэтому, может быть, за что-то здесь зацепится ещё коллектив из России. Хотя бы на четвёрочку выйти в такой тенденции было бы уже прям окей. И начать всё второе дело, вторую половину с выигранной пистолетки. Надо бы. Но, как правило, такое не работало ни в первой у него в трой карте. Ни для альтернетов, ни для команды Гронд. Может быть, здесь что-то реально поменяется. И мы с тобой увидим, ну, хорошее возвращение одной из команд. Уже погибает, правда, фейдет. На дасть у него явно не летит. Хотя карта для пострелять абсолютно точно. Но вот постреби у него явно не то, что, может быть, сам даже рассчитывает от себя. Ну, и 4-5 заход под точку А. Здесь один игрок на машине, один человек это бокса, второй вообще находится на КТ, десант на КТ, снимает там Саски. Кристалл, ты смотри, какой львины ли... А куда смотрел ППС? Не в ту сторону, братан. Да-да-да, немного не туда. Ну ладно, один напорник на Б остаётся, это Соль, но его просто здесь количеством должны задавить и превратить количество в качество команды. Гронд. Первый минус есть от Соль. Второго не добрил. НМВ последний, там ещё и урон по себе получает. А с чего это он получил по себе урон, я не понял. То ли попал в него кто-то через дым, то ли ещё что-то. Ну да ладно. 11-2. Забавно. Забавно, конечно. Такое бывает, подсобрались интернеты, что-то там помозговали, перекусили. Собрались немцы и показывают пока очень уверенный даст второй. Хотя при таком буткемпе, как у команды Гронд, я бы подумал, что могут играть и получше чуть-чуть. Хотя, если так перевернуть, то, может быть, наоборот. Слишком много соблазнов. Не видел видос с буткемпа Гронд? Я думаю, все видели. Ну да. Если не видели, обязательно подпишитесь на Twitch-канал команды Гронд. Если в записях есть, то, я думаю, вы кайфанёте знатно. А кто бы не кайфанул. Ну да, да, это правда. Ну что, два раунда в первой половине ещё остаётся доиграть. Если 13-2, то, по сути дела, прямолинейная вылазка на 2-1 в пользу Alternate. Но если, повторюсь, вот эти... Ну хотя как тут два раунда заберёшь? Ну через два авика давайте треть, а там третий денег не хватит. Я помню, кстати, мы на FaceT играли, что-то проиграли, там, 11-4 в первой половине. Перешли за защиту, добрались до авиков, и 16-11 мы так и выиграли. Просто играли в 4 авиа или в 5 авиа, что-то такое. Ну и получалось. Ну понятно, что там соперник слабенький был. Хотя это 10-е левела были. Бывает там на восьмёрках, на девятках раздают, типа, и так, что думаешь, зачем я зашёл в эту игру, а там на 10-е, типа, были откровенцы слабые. Ну ладно. Бущины, наверное. Ну а здесь команда Alternate Atax. Выглядит, ну, очень круто. Очень круто. Второй авиастик. Давайте смотреть за реализацию двух специальных авиков. Ну и Саски уже здесь теряет львиную долю здоровья. Ну там ещё смоком ошиблись игроки защиты, которые отправили этот смок в как раз-таки, по-моему, ногу у Саски. И тупо на КТ засмочили. Но такое бывает. Но бывает так, что ещё и бонус можно получить от Parimatch. Не звайте про баннер по трансляции. Ссылки также мелькают в чате. При перерегистрации можете получить до 100% бонуса к первому депозиту. Ну а мы пока смотрим за тем, как Саски подсадили. Пока что с кран, как ни вспомни духом, получает по спиняке. И, в принципе, на этом оформляется первый фраг в раунде для команды Гронт. Ну и вообще первый подбитый просус. Где-то есть минимальный намёк на третий от Гронт. Кулачный бой решил поиграть Саски. Снимает ещё одного бойца. Даблкил уже для второй снайперской винтовки. Саски живёт. Были прокинты ХАЕшки. Не ощути Просу своего противника. Саски всё-таки замочили. Соль. Сейчас находится на подъёме. Там кристалл в КТА опять. Ну, правда, сейчас погиб. Ну и Соль здесь, конечно, пока лежит дым, чувствует этому себя в безопасности. Два в четыре этот раунд тяжеловат. Альтернета будет забрать, но попытаться можно. С зигзага никто пока не идёт. Попытка поставить бомбу. Очень-очень интересное решение от команды Альтернета. Почему не конкретно под Шорт? Так же можно сесть и задехузить. Потому что Шорт не контролится. Там снайпер ушёл контролить глубоко сначала Шорт. А Фейдет мог прыгнуть просто и убить парня, который пикал. То есть он решил сыграть более так сейвово в этом случае. Ну да. Тогда норм. Тогда норм. Всё. Просто побежал сейвить. Деньги там у тиммейтов есть. Но отдавать Ави какой-то не хочется совершенно. Третий для команды Гронт. Ну вот хотя бы так. У нас ты говорил про четвёрку. Но в целом где-то может сложиться. Если в этом раунде не ошибутся ребята в защите. Ну получится такой ещё конкурентный. Да даст. И начнутся пистолетки ребята из команды Гронт. Но такого у нас не было. На что одно, что второе. Везде продолжали доминировать команды. Что Гронты, что Альтернейты. Беда. Ух ты, Сас. Хорош. Хорош. И ещё. Второго. Круто. Как в прошлом раунде тоже дал два фрага. Я оформил пять в три. Для своей команды. Ну и потом уже тиммейты подработали. Да, дали поставить бомбу. Но в конечном случае это не сильно отобразилось по экономике. Альтернет у них всё равно осталось на два девайса ещё. Но Саске прям молодцом. Сегодня он смотрится, по-моему, более-менее стабильнее всех в своей команде. Потому что на всех трёх картах показывал результаты. Хотя на нюке никто не показывал особый результат. Но вот две последующие точно. И Саске, и ФПС попадали. А вот Фейдер до сих пор наелся и спит. И на карте тишина. Ну, время постепенно капает. Капает не в пользу команды Альтернет Атакс. Они втроём против пятерых. И причём удивительно, что команда Гронт делает стак 3б. Это хорошее решение по итогам раунда, которое мы видим. Но оно, опять же, не гарантирует полностью победу в этом раунде в 15-м. Ну, давайте смотреть. И 30 секунд до конца. ФПС контролит выход с Тэшки. На широком будет пикать. И погибает Кристалл. Всё. Ну, это четвёртый раунд для команды Гронт. Молик, понятное дело, ты никуда не выйдешь. 20 секунд. И ФПС здесь просто в зоне. Хорош. Ой, ой, как там. Влетает через смоки. Два хэдшота. Но четвёрочку добыли. Слушай, тут может быть интересно. Если бы до КБ. Да, без неё будет максимально сложно. Потому что там форсишь, не форсишь. Но это уже там те же самые 12-14 раундов может быть запросто. И какой бы там ни был процентаж в защите, но с плюс мотивацией для альтернет, чтобы закончить, я думаю, что это может продлиться очень недолго. Но глянем. Глянем. Гронтом очень нужно отписать на раунд. У них есть смок-флешка для защиты смок и дефуз киты. Ну и, конечно, один из раундов у них после первой половины имеется. Что-то они там на четверых решили сообразить аплент. Шорт подсадили, никого там не нашли. Но лонг чекается пока никак. В антифлеш-позиции находится игрок. Они просто ждут выход на шорт. Все вместе. Ну, крепление зига, да, зачастую на пистолетке такое видим. Правда, кто-то играет его агрессивно. Два типа просто выжимать нижнюю точку топ-мид. Но это обычно делается вместе с центральным коридором. То есть, когда еще и третий игрок через даблдорс играет. Ну, а пока мы видим, что вроде вырисовывается 3-2 в сплитзиге и длины на точку А. Ну, посмотрим. Если Гронды, конечно, сократят дистанцию и не потеряют по первому таймингу там одного игрока хотя бы или двух, то шансы на раунд есть. Потому что пистолеты такие, как P250, Глок в упоре, конечно, очень сильные по сравнению с теми же юспами. Посмотрим. От Грондов такой супер слоу раунд. 4 зиг, а тут 3 на приеме зигзага. Флешка есть от НМВ. Сейчас будет мясо. И НМВ будет ее, по идее, накидывать. Нет, он не будет ее накидывать. Саскин есть первая минус по скранку, фейдет минус паникс и все. Точка вскрыта. И минус кристалл также отлетает от ФПС. Как бы там ни укрепляли альтернеты, даже фрага не дали. Немножко покорябли броню команде Гронд. Но вот чего-то целостного не получилось. Кримбо крадется. Видит противника, дает хэдшот на Саскин, но можно сейвить армор. Здесь у него уже вряд ли что получится. Да, там двое подбитых есть. Возможно, информация тоже поступила, что двое подбитых там может быть. Но там еще есть двое флова, которые уже на юспах сидят. P250 имеется для ФПС. И уверенный раунд для команды Гронд. Мы сейчас видим, как и сами альтернеты в первой половине показывали. Подобно. Они же там выскочили, тоже дали много фрагов. В четыре фрага дали. Только один игрок команды Гронд дал два фрага и погиб сам. То есть там тоже один в пять было. Здесь один в четыре. Ну, тоже был один в пять, по сути. Ну, это уже интереснее. Если сейчас еще и возьмут антифорс, потом первый девайс. Это уже может быть счет какой-нибудь типа 11.9. И вот это будет жаришка. Интересное. Ну, отдуваются, конечно, очень сильно. Ассоль и Саски за остальную часть команды, имея по 14 фрагов у себя. Там фейдет семерочка. НМВ. Как-то тоже только пять фрагов за 16 раундов настрелял. То есть не очень много. Вот тут реализуется свой шестой фраг. Летает флешка. А вот можно было бы отойти. Получает дэмэдж. Взлетает, как ракета от Хаешки. Но калашников там подберут. Так, ну, четыре на четыре. Здесь форсетски ни в коем случае проигрывать нельзя. Саски минус по кристаллу находит. И выход на мидл. И интересное решение. А там Кримба на базе Бэйс Деглом. Товарий еще очень опасный. Пусть и с одним пистолетом. Ну, и пошла стяжка. С кранком. Центральный коридор. Но у Кримба дает информацию парню. Это Бэм. Ой, 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 не надо! О, ой, я же говорил, этот парень очень опасен. И даже с Деглом это такая жесть. Чего? Чего, ребят? Ну, главное не проиграть. Форс, как в первой половине они проигрывают форс. Не, ну Кримба красавец, конечно. Но Гронда жестко, конечно, здесь наступили на мину. Нет, просто себе. Наступили на шнурки и немножко погибли здесь. Ну, да, такие ошибки. Буквально одна. Ну, стрельба опять же, да? Тут Кримба подвезли стрельбу. И как-то он так что-то взял и как-то всех убил. Ой. Но нужно ответочку давать. Ибо если такого не произойдет, то там 5-14. И все, два раунда до победы команде. Альтернет Атакс, это будет 2-1 для них. О, еще и гранатка на центр. А вот FPS под релот. Оппонент может выйти и выходит. И Скранг живет. Но здесь его помогает. И Кримба, Кримба, Спрей. Там еще и Зиги идет хелпа. Но по ХП, конечно, просили знатные игроки команды Гронд. И падает зигзага Соль. Пропустил этот момент Паникс, я так понимаю. Но он возвращается обратно теперь на контроль этой позиции. И здесь Саски его идет пикать и погибает. Еще два игрока на Зиге. Подбирает себе скаут. Фейдет. Ну и втроем. Здесь уже тяжело против Питеры будет выйти. Учитывая то, что по гранатам всего два смакали. Одна флешка. Та-дам. Все ближе и ближе команда Гронд к тому, чтобы отдать 13-й команде Альтернет Атакс. У них в распоряжении есть, ну, уже только одна флешка. Но раскидали все на шорт. Здесь их ожидает два противника. Один на гусе, другой на рампах. Но они развернулись и не пошли на базуа. Потому что они могут себе позволить выход по точку Б. Здесь будет Кримба встречать никого. А теперь уже видит спинку. Начинает начислять. Почти сотни дэмэджа вносит. Закрывается моликом с маком. Фейдет под флешку тиммейта. И сюда. Ну, а там уже и тиммейты со спины. Кримба прикрывает. Паникс приходит вовремя. Паникс получает дэмэдж. Но все вместе дружно наваливают команде Гронд. 5-13. Денег по 2000. Это будет еще и 14-й. Если, конечно, не будет форса полного. Так, ну и по идее здесь 100% в 14-й будет у Альтернейт. Потому что голый экономический для Гронд прямо сейчас. И что-то подобное мы видели, наверное, на Инферно. Правда, от команды Гронд. Когда Альтернейт... Ну, там было сколько? Подожди. Там было 15-7. А здесь все, конечно, может быть в разы жестче. Поджим на центр. Вполне успешный. От команды Альтернейт. Ну и последний Саске. Наруто. Нет. Погибает. И 14-5. Игра может закончиться на 21-м. На 21-м раунде. Ну да, если не покажут чего-то сейчас Гронды. Напомним, что сейчас команда отыгрывает на своих менее комфортных сторонах. Там везде по 30%. Ладно, по 38. Я даже подожди, как 38. Но в среднем 35%. Что одни, что у вторых. На защите и на атаке, соответственно, на этой половине. Поэтому нужно как-то использовать слабые стороны противника. Команде Гронд. Ну, либо Альтернейт их пережмут. И, в принципе, к ним вопросов-то никаких не будет в этом случае. Под базу Б пока что раскидка идет. Флешки смоки. Полетели. Паникс. На миде щелкает соль. Кримба ждет. Кримба дожидается. Одного второго. Кримба здесь просто какой-то терминатор, который не отпускает противника. Кристалл вжался в бокс. Отправляет такой грустный молик один. Типа отошли. Ну и просто уже в спину начинает давить. Игроки выходят с нижней темки постепенно. Ну и ФПС ожидает и здесь немецкое свое визави. Вроде как ждет. Но смотрит ФПС пока на топ-мид. И вряд ли вот так близко. ФПС осуждает противника. Хотя вот если тиммейт дойдет, он в принципе может забрать процесса. Но просто среагирует первым. Еще и выживает. Да ладно. Еще и убивает. Да что ж такое. Это просто пять вновь. Это, ну, тут уже дело времени. Скорее всего это и будет 16-е. Может быть не сейчас, но чуточку позже. Но вы, друзья, не забывайте про баннер по трансляции. И наших друзей и партнеров париматч. Там стопроцентный бонус к первому депозиту может быть. Если кликните на баннер, можете успеть на следующий матч. Там у нас будут ван-вины катать против ребят из команды скейт. Да, болгары. Ну а здесь вот так вот выход на ноги от ФПС. Скранг. Понимаешь, нужно отходить и не давать сокращать дистанцию своему оппоненту. Выход на ЗИК от Саскеп. Погибает он. И в дымы начинают нашивать скранг. Правда погибает сам Соль. Врывается ФПС в дым. Минус по Crystal Panics на размене. Но это выход на точку... Ой, граната на рампу сейчас сочно влетит. И Соль, кстати, ну, там немного потерял по итогам. Есть еще дым. Есть четыре флешки у команды Alternate. Если нужен будет ретейк. Но ретейк нужен будет. Бомба будет установлена в дефолте. И два Зига, один с КТ пойдут. Это интересное решение. НМВ сидит в дымах. НМВ, куда же ты пушишь? Зачем? Ой, еще и вдвоем под Кримба. Не, ну Кримба, конечно, на этой карте просто батя. Вместе с просом. ГГ. 16-5, дорогие друзья. Alternate в ноль выигрывают команду. Ну, практически в ноль выигрывают команду Гронт. И... Как... Мое ожидание меня не подвело. Вообще не раз. У нас три темчика. Три темчика. За это Best of 3. 16-5. Первая карта. 16-10. Вторая карта. И 16-5. Третья карта. Как Alternate начали, так они, в принципе, и закончили. Это Best of 3. Матч проходят дальше. И будут ожидать следующего соперника. Либо команду OneWin, либо команду Skate. Которые сыграют чуть позже. Буквально минут через 20. И, в общем-то, там уже посмотрим. Ой, что-то так громко. А я выключил. Я сразу... То есть на конце раунда я выключил. Я забыл. Я забыл. Тут просто такой оглушающий удар звуковой. Помнишь, как в школе говорили? Плохо, когда не знаешь, еще и не помнишь. Ну, или плохо, когда не знаешь, еще и забыл. Ладно, ребят. Констатируем факт победы. Команда Alternate. Это было уверенно на втором Dust. Не уверенно на Inferno вообще. Ну и первую карту выиграли. То есть разменялись пиками. И на Decider все дело ушло в пользу немецкой команды. Мы их поздравляем. Ву, фокус пропал. Вы здесь, ребята? Все нормально. Все нормально. Ладно. Полетели на паузу, дорогие друзья. 20 минут, я думаю, у вас есть. Передохнуть. И дальше OneWin против Skate далеко не уходите. Продолжение следует.